Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я — ведущий священник Максим Портнов. На протяжении последних передач мы говорили на очень интересной теме о заповедях Божьих. И сегодня мы дойдем до одной из самых интересных заповедей. Ну а разобраться в ней нам поможет наш гость — отец Дионисий Кузнецов. Отец Дионисий, здравствуйте! Здравствуйте, отец Максим Портнов. Отец Дионисий, наверное, эту заповедь знают большинство людей, но то, как она звучит полностью, скорее всего, знают очень малые люди. И о том, что эта заповедь несет в себе еще и награды, знает, наверное, вообще единицы, порой даже внутри такой церковной общины. Вот расскажите нам, пожалуйста, о пятой заповеди, как она звучит, и что же такого интересного в ней находится. В пятой заповеди Господь говорит верующим, чти отца и мать, когда благолетен будешь на земле. И действительно, если человек хочет наслаждаться покоем, а логично, что ему нужно почитать своих отца и мать. С другой стороны, что значит почитать? Это самое первое преткновение, которое верующие. Любить? Нет. Для любви есть отдельное слово, и Господь, когда это необходимо, говорит. Также в одной из прошлых передач мы говорили, что нельзя заставить себя полюбить. И поэтому, что делать, если человек не может любить своих родителей? Такое бывает. Бывает, потому что, может быть, родители в чем-то неправы, и очень серьезно неправы. А бывает, что человек не видит того доброго, что родители для него сделали, и равнодушен к ним. А тут он слышит, чти отца и мать. И однажды человек, который сам себя сделал, и не обязан был родителям, как он считал, ничем, он сказал, я ничем своему родителю не буду. Все, что я достиг в жизни, я достиг сам. Действительно, бывают такие люди, которые опираются прежде всего на те силы, которые есть у них. И при этом они все равно сравнивают себя с другими людьми. И поэтому, если такой человек говорит, я сам себя сделал, свою жизнь я построил так, как считал нужным, а родители мне не помогали. Или не захотели, или не смогли. И поэтому я не понимаю, за что я должен их почитать. То он себя по сравнению с кем-то, как говорят, они мне не помогали. Потому что всегда есть кто-то из людей, кто получил в схожей жизненной ситуации от родителей поддержки. Там, где ты ее не получил. И ты, осознавая это, отгоревав, может быть, эту беду в детстве, в подростковом возрасте, решил, что ты сам построишь. И тебе удалось. И ты вот эту обиду свою проговариваешь. Не то, чтобы ты действительно ничем не обязан своим родителям, а обиду свою. Что вот я построил свою жизнь сам, родители мне не помогали, и поэтому я не могу их почитать. Вот. И если это действительно так, если в человеке говорит спустя десятилетия, когда уже сам взрослый человек, а его родители престарелые и немощные, допустим, да, и он говорит, я не буду их почитать, потому что они мне ничем не помогали, значит, до сих пор у него болит. Несмотря на то, что он построил жизнь на своих условиях, ему до сих пор больно, тяжело, и он не может увидеть того хорошего, что дали его родители. Да, есть случаи, когда родители ведут себя безобразно. И наверняка у каждого из тех, кто смотрит эту программу, есть примеры рядом или косвенно, где этот человек, а может быть, к сожалению, в своей жизни, когда родители совершали, носили по отношению к своим детям, оскорбляли, пренебрегали, не занимались никак их воспитанием, более того, использовали их, да, в своих каких-то корыстных целях. Вот. Но тогда всегда есть какой-то человек, которого Господь посылает вместо родителя, да, какой-то авторитетный взрослый, который помог человеку, несмотря на то, что те, кто были его родителем биологически, пренебрегли... Господь всегда посылает человека, который помог. Будет ли это бабушка или другая родственница, будет ли это соседка или сосед, что реже, к сожалению, мужчины, реже берут на себя ответственность за чужих детей. Вот. Но, тем не менее, всегда встречаются авторитетные взрослые раньше или позже, у кого-то это учитель в школе, да, или даже в университете. Вот. Хотя это самое сложное. Если человек дожил до сознательного взрослого возраста, и только там, в сознательном взрослом возрасте, он встретил кого-то, кто заменил ему отца или мать, это совсем тяжело потом, дольше сказывается, действительно. Вот. А есть те, кто пошел по стопам родителей в этом плачевном образе жизни, не видя ничего хорошего от своих родителей, человек потом и сам в своей жизни сеял зло. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но все-таки, слава богу, таких случаев немного. Большинство людей как-то худо-бедно воспитывают своих детей и поэтому стараются дать им что-то хорошее. То, как это хорошее, они понимают. Даже тогда, когда вы видите рядом с собой человека, который тащит своего ребенка силком куда-то, орет на него трехэтажным бронью, значит, а ребенок в ответ кричит что-то там истерическое, все равно эти двое связаны, очевидно, им не все равно друг от друга. Да, сейчас у них момент ненависти друг к другу, но от ненависти до любви не очень далеко. И эти люди, когда, может быть, успокоятся, они ведут по отношению друг к другу себя с любовью, с заботой. И поэтому, когда мы задумываемся о себе и о своей жизни, что для нас, для верующих людей, означает слова Бога, «Почитай отца и мать», то, во-первых, если воспользоваться древними толкованиями, «Почитай» — это забота в самом широком смысле. Потому что древние речи, на котором написаны заповеди, включают в себя, во-первых, заботу повседневную, во-вторых, материальное обеспечение. Толкователи наши, переводчики, библеисты прямо указывают на то, что в древнееврейском языке слово «почитай» однокоренное со словом «материально обеспечивать». И поэтому самое простое — это поддерживай своих родителей. Поддерживай их, и долголетен будешь на земле. Господь обещает, как вы правильно сказали, награду. Незапно. При том, что не все заповеди заканчиваются обещанием награды, а вот пятая заповедь заканчивается обещанием награды. Почему? Потому что здесь очевидна отсылка к тому правилу, к той заповеди, которую светские люди называют золотым правилом морали или светской этики. Не делай другим того, чего не хочешь себе. Ты не хочешь, чтобы тебя дети бросили на старости лет. Своих родителей не бросай. Покажи своим детям примером, как ты о них заботишься, как ты о своих родителях заботишься. Вот. И действительно, в древних традиционных обществах, где была сильна связь поколений, где младшее поколение видело, как живут родители по отношению к старшему поколению, это действительно было очень важно. До сих пор остается важным. Вот. Хотя, может быть, в меньшей степени, чем в древних сообществах. И поэтому здесь Господь, во-первых, отсылает нас. Хочешь, чтобы твои дети о тебе заботились, заботись о своих родителях. И эта забота, это, прежде всего, поддержка, вот, чтобы родители не нуждались в самом необходимом. Это как минимум. Да, то есть мы видим, что даже люди, которые живут чаще всего, грубо нарушая остальные заповеди, стараются заботиться о тех, кем дорожат. Если дорожат своими родителями, то заботятся о них, навещают в больницах, договариваются с врачами, ухаживают за ними или находят тех, кто помогал бы им в уходе, если родители становятся немощны, не способны сами обеспечивать себя и ухаживать за собой. И, то есть, вот это, как минимум, человеку необходимо понимать, что от любого, неважно, церковного человека или не церковного, Господь ожидает, что человек не бросит своих родителей без попечения. Это первый смысл, который вкладывается. А вот вторым почитать почтение как уважение, почитая отца, потому что у нас в славянском уже языке почитая однокоренное не слово материальной заботы, а слово уважение, почтение. И вот уважать своих родителей. Один из подвижников 16 века говорил, что если не можешь любить, своих ближних не находишь в сердце, то обязан им, по крайней мере, уважение. То есть, он считал, что любить себя заставить невозможно, а вот уважать можно. Когда я, как священник, обсуждал это с людьми, у кого трудные взаимоотношения со взрослыми родителями, и они тоже приходили, говорили, вот пятая заповедь, почитай и уважай. Мы не можем ее выполнить. Мы не можем ни за что уважать. Ни за что. И не могу никак. Да, я согласен заботиться, вот я принесу, продукты поставлю и уйду. Разговаривать не хочу. Уж тем более улыбаться, не хочу. Вот нет и все. С голоду не помрут, и ладно. Это грустно очень. Потому что, опять же, возвращаясь к той мысли, которую в одной из прошлых передач высказывали, что секреты человеческого счастья это заповедь Божия. Господь, когда говорит, почитай отца и мать, если ты хочешь жить в мире сам с собой, легко ли человеку, который не находит за что уважать своих родителей? Нет, легко. Ему грустно, тяжело и тоскливо. Да, он привык жить с этой тоской. Он привык крепиться. Ну, хорошо ли, счастлив, по-моему? Нет. И поэтому можно попросить Бога, Господи, вот я не вижу, за что я мог бы уважать своего отца или там свою мать, которые вижу, что они виноваты много передо мной. И не могу сейчас по-другому. Но я хотел бы в мире быть сам с собой и с ними. Помоги мне, подскажи. Покажи, какой путь мне, чтобы прийти к этому состоянию, когда я мог бы научиться уважать своих родителей. Несмотря на то, что они были неправы много раз передо мной. И вот здесь, если человек действительно ищет такого состояния, Господь обещал, что не оставит такую молитву без ответа. Да, когда и как Господь ее исполнит, мы не знаем. Как писал святитель Феофан Затворник, наше дело стучаться в эту запертую дверь. Да, когда нам откроют, нам не ведомо. И поэтому, если опять же у нас есть то самое доверие к Богу, о котором мы говорили раньше, если человек доверяет, что Бог не оставит мою молитву без ответа и поможет мне прийти в то доброе состояние, которое он обещал дать каждому, кто доверяет ему, значит, так оно и будет. И поэтому человек может здесь и сейчас искать то хорошее, что есть в человеке. Это вообще один из, наверное, самых рабочих инструментов для человека, испытывающего раздражение кому-либо. Когда Господь говорит о том, что мы должны жить в мире с ближними нашими, поступать с ближними так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, вот, и некоторые из подвижников разворачивали это и говорили, что нужно учиться относиться к людям по-божески. И если возлюбить ближнего не получается, то можно относиться к нему с великодушием. Великодушие — это такая черта человека, когда он видит немощь другого, да, получается? Немощь, но эта немощь всегда на втором месте по сравнению с тем хорошим, что есть в человеке. То есть Бог видит наши грехи лучше нас. Но по свидетельству отцов, достигших Бога общения здесь на земле, для Бога всегда важнее то хорошее, что в нас есть, чем наши грехи. Яркий пример — это благоразумный разбойник. Много зла сотворил человек, достойное по делам своим воспринял мучительную цель. Но стоило ему искренне доброе перед Богом исповедовать свое чувство и ощущение и мольбу к Богу искренне от сердца. И Господь сразу это поставил вперед. Важнее всего для Бога, как любящего отца, то хорошее, что есть в человеке. И если в нем есть искреннее и хорошее, то Господь всегда ставит это на первое место. И в результате, если мы видим в человеке хорошее на первом месте, а плохое и любой его недостаток, который был в прошлом неоднократно по отношению к нам или сейчас, вот сейчас человек совершает какую-то ошибку и говорит какие-то ужасные слова нам и нам больно, они нас ранят. Если мы хотим научиться не мстить злом за злом, в том числе близким, самым близким родителям своим, если родители в этот момент не вызывают уважения, но мы хотели бы относиться, научиться к ним великодушно, то мы заранее в спокойном состоянии просим Бога, Господи, помоги, даже тогда, когда мой близкий человек будет неправ, помоги мне в этот момент видеть его не правоту на втором месте, а на первом то хорошее. Защищая себя от ошибок близкого человека, не вымышленных, а настоящих, не то, что мне кажется, что ко мне плохо относятся мой отец или моя мать, а действительно, я слышу, как говорил преподобный Серафим Саровский, мы предполагаем в человеке хорошее до тех пор, пока он прямо не скажет нам гадость какую-то, которую про нас думают. Если человек поступает странно, выглядит поступок странно, но это не прямое оскорбление, мы предполагаем, что человек поступает странно, потому что задумал что-то хорошее, но сделал как-то криво, неумело, у нас у самих так бывает, хотели хорошее, а получилась ерунда какая-то. И может человек тоже хотел что-то хорошее, просто не получилось у него сделать то, что задумал, а получилось что-то не то. Или поддался усталости, искушению, раздражению какому-то и сказал что-то не то. И вот мы предполагаем в человеке хорошее до тех пор, пока человек не сказал нам оскорбление в лицо. Но даже в этот момент, защищая себя от оскорбления, мы не платим другому человеку, близкому человеку оскорблением на оскорблении, только потому это возможно, если мы в человеке видим хорошее. Если мы видим, какую рану он наносит прежде всего самому себе. Однажды я стоял на остановке общественного транспорта и видел такую сцену. Человек, значит, ну, человек опять стоит на остановке, трамвай на посреди проезжей части, как обычно, когда трамвайные пути разделяют шоссе пополам. И вот по переходу идет явно в чем-то взбудораженный человек, идет маш с руками и подходит к одному из стоящих людей рядом, мужчине, и начинает на него ругаться. Да ты что здесь стоишь? И, в общем, да ты. Оскорбляет его всячески, материт. А тот внезапно ему вдруг отвечает, говорит, друг, а что с тобой случилось? Что за беда у тебя стряслась? И говорит, видно, слышно, что он говорит это не просто как красивую фразу. Он действительно принимает участие в этом человеке, в его состоянии. Этот человек вдруг останавливается на полусловии в этот момент, когда слышит такой ответ. Махнул рукой, развернулся, пошел назад. Перестал ругаться, как минимум. все люди на остановке. Обычно ожидаешь развития конфликта. А здесь нет. А я как священник, я понимаю, что я бы так отреагировать не смог. А мне интересно, почему человек так ответил? И я задаю вопрос. Извините, пожалуйста, а вот вы сейчас вот так вот сказали, а почему так? Вы знаете этого человека? Он говорит, нет, я первый раз вижу. То есть вы не знаете, почему он на вас расходил? Нет, не знаю. А почему же вы тогда, ну как ты, я бы, например, сказал, ты в своем уме отойдет. Да, да, да. Что ты мне? Я тебя первый раз вижу. И тут внезапно этот человек отвечает, ну у него же какая-то беда. У него какая-то боль внутри, я не знаю какая. Но он из-за этого кричал. И я хотел ему помочь. Я не знал как. То есть он продолжал думать об этом человеке. Он видел в нем что-то хорошее. Но думать не со злобой, а вот с... Да, он понимал, что вот то, что человек кричит оскорбление в его адрес. Это не важно. А важно то, что его на самом деле ранят. И он хочет ему помочь. И вот то доброе, что он видит в человеке, что человек кричит не от злости, а от боли. Вот поэтому он вот в этом состоянии находился. И поэтому для него это было естественно. Он продолжал думать об этом человеке даже тогда, когда он ушел. И желать ему, чтобы ему полегче стало. что удивительный пример, и нам бы всем поучиться такому. Вот отец Дианисий, вот очень интересно, что это одна из, по-моему, вообще единственных заповедей, в которых Бог прописывает именно награду. А ведь казалось бы, но ведь это естественно, что ты уважаешь и почитаешь родителей. Да, естественно. И получается как-то немножко странно, когда мы смотрим все десять заповедей, первые четыре говорят о том, как человек относится к Богу, потом идут родители, а следующие пять они говорят уже о том, как относиться к своему ближнему. Но почему-то нигде, ни в первых четырех, ни в следующих после пятой заповеди, шестой до десятой, не прописаны эти награды. А именно здесь, и более того, в Новом Завете у апостола говорится о том, что там еще и дополнение «будешь благ и долголетен». То есть еще слово «благо» вставляется. Почему же все-таки Бог прописывает вот эту вот одну или даже две награды не в отношении себя, что, может быть, в какой-то степени было бы логично, не в отношении естественных моментов «ты с кем не поссорился, ты не украл, ты не изменил» и так далее. И так бы награды. А вот именно в этой пятой заповеди. Потому что человек, человек очень сложный выполнять что-то долгое время без ожидания награды. Если раньше в первых четырех заповедях об отношениях с Богом, если бы мы с вами вспоминали о религиозных людях, те, которые выполняют предписание Бога, чтобы Господь не наказал. Вот. Со следующими заповедями тоже понятно. Человек, убийство страшное. Там, допустим, вещь, которую люди не допускают, даже в мыслях не хотят страшаться, если такие мысли приходят. то вот забота о родителях, это с одной стороны, как вы правильно сказали, естественно, а с другой стороны, это долго, и от этого устаешь. И человек не всегда понимал, особенно в древности, почему ему нужно это делать на протяжении многих-многих лет. Причем ситуация не улучшается, в отличие от детей, например. Ребенок рождается, он беспомощный, ты о нем заботишься очень сильно, но потом, чем старше он становится, тем, в общем, легче, в плане, по крайней мере, физически. Он сам себя начинает обслуживать. Потихонечку, да, он развивается, учится, и потом есть, опять же, надежда, что и позаботится о тебе. Вот. А здесь, наоборот, родители сначала полны сил, потом слабее, старее становятся, и древние люди, к сожалению, практиковали папа-пора. То есть, как в спарте, да? Да, да. То есть, если человек слишком немощен, то оставляли его без забот, без попечения, или даже обрекали на верную гибель, потому что не хватало ресурсов. Да, в скудных условиях, там, где суровые природные условия, к сожалению, не везде о пожилых людях заботились до конца. Вот. И поэтому Господь здесь и говорит, хочешь сам долголетен быть на земле, потому что это действительно простое правило. если ты о стариках не заботишься, если в твоем кругу не принято о стариках заботиться, то когда сам стариком будешь, как ты сам доживешь, ты досиди, однажды о тебе перестанут заботиться. Вот. Поэтому здесь простое ветхозаветное око за око, зуб за зуб, принцип равного воздаяния. Вот. И а вот в новозаветное время для нас, для христиан, с одной стороны, очевидно, да, что мы должны заботиться о человеке, потому что Господь сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Вот. А с другой стороны, награду эту он от нас не отнимает. Господь говорит о долголетии и не только древним людям, но и нам, христианам. Вот. И здесь вопрос в том, что современных христиан долголетие не всегда радует. А, пенсия далеко. Не только пенсия далеко. Еще и в том дело, что человек не всегда радуется тому, что он живет. Бывает, человек очень часто устает от несправедливости, трудности этой жизни. Если древние люди, допустим, в средние века, вот, исторические летописцы говорили, что 40-50 лет. 50 лет считался уже глубокий старик. Вот. Потому что медицина и условия жизни были такие, что люди не доживали. А до 70-80. Вот. Получается, что сейчас благодаря медицине и общей более гуманизации общества люди могут дожить и даже и до 100 лет и в здравом уме могут дожить, если с головой все в порядке. но радостно ли жить бывает далеко не всегда. И поэтому долголетие это не всегда награда. Долголетие это опыт жизни и время на то, чтобы прожить свою жизнь так, чтобы потом с Богом было не страшно встретиться. И поэтому для большинства верующих людей сейчас, вот как опять же по опыту взаимоотношений, когда разговариваешь с людьми, пожилые люди чаще всего верующие люди боятся встретиться с Богом. И как когда-то блаженный Августин молился «Господи, дай мне целомудрие, но только не сейчас», то верующие люди «дай мне встречи, но только не сейчас, еще чуть-чуть, еще время на покаяние, еще время на исправление». И все время это не хватает. То есть сейчас это не столько долголетие, как ценность пожить подольше, сколько успеть что-то наконец сделать с собой, со своей жизнью, со своим душевным состоянием. И здесь Господь дает время нам, обещая ту самую награду, что если ты позаботишься о своих родителях, то у тебя будет больше времени на то, чтобы что-то в своей жизни исправить. Мне кажется, в этой заповеди еще один момент. Когда мы говорим о том, как Господь сказал, что возлюби Бога и возлюби ближнего, то под понятием ближний иногда так получается, что человек видит соседа, видит семью из Африки, видит, что где-то там пропадает кто-то, тонет и так далее. А у себя, грубо говоря, под ногами, под носом своих ближних в плане домашних, он, как вот в Евангелии, что хуже неверующего тот, кто не печется о своих домашних. Вот порой, наверное, вот эту заповедь можно еще и рассматривать в том плане, что Господь как бы тебе немножко так западал, так раз на землю, потому что ты не туда смотри, там где-то кто-то нуждается в твоей помощи, и действительно это вот хорошо, когда ты оказываешь эту помощь, бабушку переведешь через дорогу, ну а ты сегодня маме позвонил, а ты сегодня о ней вспомнил в молитве и так далее. То есть, наверное, в этой заповедушке гораздо сложнее заботиться о тем, о ком все считают и сам понимаешь, что ты должен заботиться. Почему современным христианам легче заботиться о посторонних, чем о тех, кто рядом? Потому что никто тебя не похвалит за то, что ты заботишься о своих детях или о своих родителях. А вот если ты какому-нибудь незнакомому человеку помог, слава тебе и почет. Если даже не от другого человека, то в своей голове ты всегда можешь сказать, вот я другому человеку помог. А как скажешь, ну вот я такой молодец, маме сегодня помог. Это же обязанность. И поэтому это сложно, сложнее. И опять же, возвращаясь, если человек осознает, что ему сложно, что ему не хочется, он вдруг однажды обнаруживает, что чужим людям ему приятнее помогать, чем близким, родственникам самым, то это повод задуматься и попросить Бога, Господи, помоги мне развернуть свое отношение к близким людям так, чтобы я мог заботиться о них, во-первых, потому что это то, что ты от меня ждешь, Господи, а я привык доверять твоим словам. Спасибо большое отец Дениси за эту замечательную беседу. Вас, дорогие зрители, я благодарю тоже за то, что вы нас посмотрели и надеюсь, глядя и слушая наш разговор, вы задумываетесь о этой замечательной заповеди. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин